Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, дорогие гости нашего сегодняшнего праздника. Итак, мы уже подготавливаемся к фестивалю Коли. И на самом деле уже чувствуется у вас такое настроение. Хочется сказать очень важную информацию о том, что будет происходить битва красками. Итак, она будет происходить вот здесь, возле сцены. Поэтому те, кто не хочет в нем принимать участие, вы можете отойти немного подальше, приготовить мобильные телефоны и всякие различные снимающие устройства. Это будет чуть позже, не прямо сейчас, не переживайте, не прямо сейчас. Это инструктаж такой вотный, да? Мы скажем вам, когда начнется сам праздник, потому что оставайтесь, потому что сейчас будет важное событие на сцене, поэтому, пожалуйста, оставайтесь. Когда мы объявим это, вы сможете отойти немного дальше, и не принимать участие в этом празднике. А те, кто хочет принимать участие в этом празднике, будут, собственно говоря, битву красками устраивать вот здесь, в районе сцены, вот прямо на вот этом небольшом пятачке. Вот, с правой стороны можно, естественно, приобрести краски, поучаствовать. Если хотите, оставайтесь, участвуйте и разрисовывайте свою жизнь новыми красками. Если хотите, понаблюдать со стороны и снять какую-то историю, сториз для Инстаграм, например, можно сделать это немного на расстоянии. А после этого будет культурная, очень-очень обширная программа, и обширно культурная, и обширно интересная творческая. Ну, я знаю, что у нас сегодня на празднике присутствуют особенные гости. И вот мой коллега, он знает буквально об этих гостях очень много, и я уверен, может про них сказать. Здравствуйте. Да, у нас сегодня присутствует особый гость, потому что у нас особенный день. Это особенный праздник Радхаятра, который на самом деле проводится в Индии. Радхаятра, это традиционный индийский праздник. Он проводится в Индии уже многие-многие тысячи лет. И есть такие особые люди, которые приезжают на эти праздники. Их называют Саньяси. Саньяси переводится с санскрита как путешествующий монах, человек, который ездит по всему миру и организовывает подобные духовные фестивали. И вот сегодня к нам на этот фестиваль приехал особый гость, ведический монах Саньяси, который путешествует по всему миру и проводит подобные фестивали по всему миру в таких крупных городах, как Лондон, Берлин, Будапешт, Амстердам, Лос-Анджелес и так далее, далее. Всех городов не перечислить. Это человек, который написал книгу «Дневник странствующего монаха». Эта книга продается во всех крупных аэропортах мира. Итак, встречаем на этой сцене сегодня для вас «Щила Индродюна» с вами. Ваши аплодисменты! Дамы и господа, юноши и девушки, добро пожаловать на наш сегодняшний праздник. К сожалению, я не смогу говорить на языке вашей страны. Поэтому мое короткое обращение переведет мой ученик Сагар Свами. Этот фестиваль называется Ратхайатра, фестиваль колесниц. Это один из древнейших духовных фестивалей, известных на Земле. Этот фестиваль, как вы его видели сегодня, колесницы, проводится в Индии более 4 тысяч лет, без перерыва. И наш духовный учитель, основатель движения, Бхактивиданта Слава Мишела Бравопада, принес эту традицию в западный мир в 1965 году. И с тех пор этот фестиваль колесниц проводится во всех больших городах мира. Мы проводим его также в этом городе на протяжении многих лет. И это самый большой праздник, который мы проводим. Это очень древняя духовная культура Индии, с которой вы можете познакомиться. Сегодня вы сможете увидеть духовные танцы. Вы можете также посетить наши палатки с разными духовными темами и направлениями. Благодаря подобным фестивалям мы можем пробудить нашу дремлющую духовную природу. Потому что все мы по природе духовные существа, но мы забыли о Боге. И мы отождествляем себя с этим временным телом. Но первый шаг в духовной науке Индии – это понять, что «мы не являемся телом». Обычно, когда мы встаем с утра, смотримся в зеркало, бреемся или причесываемся и думаем, что вот это я, я являюсь телом. Но это не имеет ничего общего с реальностью. Потому что вы не являетесь телом, вы – искра жизни внутри тела. Вы являетесь духовной силой. На санскрите мы называем эту духовную силу «атма», «душа». На самом деле тело не является живым по природе. Потому что оно сделано из материальных элементов. Материя не обладает жизнью или сознанием. Вы можете видеть очень много материальных элементов на этой сцене. Все это сделано из материальных элементов. И эти объекты не обладают сознанием. Они не живут. А материя мертва по природе. Из чего же сделано наше тело? Из тех же элементов. Из материальных элементов. Поэтому в теле нет жизни как таковом. Откуда же берется жизнь в теле? Это душа, которая находится внутри. Это то, что мы из себя на самом деле представляем. И в человеческой жизни мы предназначены для того, чтобы обнаружить свою духовную природу, раскрыть свою духовную природу. В этом смысл жизни. Конечно, у нас много обязанностей. Но самая главная обязанность – это понять, кто мы такие. Потому что если мы не поймем, кто мы такие, мы не поймем также, каким образом мы должны жить. И как можно стать счастливыми и угородворенными. Итак, мы не являемся телом. Мы говорим, что это моя рука, моя нога, моя голова, мой живот. Мы не говорим, я это рука. Или я это нога. Или живот. Это все мое. Это мое тело. А кто же я? Это самый первый вопрос, который мы должны задавать. Когда я был маленьким, моя мать говорила, что, сынок, в начале главное. С утра, когда встал, не начинай сразу играть, сначала убери постель. В начале главное. Поэтому веды говорят, адакто, брахма, дигаса, в начале поймите, кто вы на самом деле, что вы духовная личность внутри этого тела. И это знание доступно в этом древнем писании из Индии, Бхагавад-гите. Которое было поведано пять тысяч лет назад самим Господом Кришной. И все глубокое духовное знание находится в этом произведении. Она описывает много подробностей, которые вы не сможете найти в западных произведениях. Например, Кришна даже говорит, где находится душа в теле. Существует множество философов, которые просто рассуждают о каких-то вещах. Но каждый любознательный человек захочет понять, кто я и где я нахожусь. Поэтому Кришна говорит, что душа находится в области сердца. Она парит на воздушных потоках. Интуитивно мы это понимаем. Потому что, когда мы говорим о себе, мы указываем, показываем себе на грудь. Я хочу тебе сказать. Я не показываю на ухо и на его палец. Я хочу сказать тебе. Я хочу сказать тебе. Потому что это то место, где находится душа. Это очаровательное знание. Она намного более важна, чем газеты, которые мы читаем. Это очень позитивная новость, потому что в газетах мы можем прочитать только негативные. Поэтому лучше нам посвятить время этому знанию. И душа приходит в тело в момент зачатия. Мама и папа хотят, чтобы у них был прижар. Они прикладывают усилия, и по воле Господа душа входит в тело в момент зачатия. И благодаря присутствию души эмбрион растет. Некоторые говорят, что в эмбрионе нет жизни. До семи лет. Но ничего мертвое не растет. Только живые существа растут. Это очень логично. И так, благодаря присутствию души эмбрион растет, затем рождается ребенок. И до тех пор, пока душа находится в теле, тело растет. Например, до тех пор, пока вы находитесь в машине, как водитель, машина ездит. И тело является также очень сложным механизмом, который создан верховным ученым, Господом. До тех пор, пока душа находится в теле, тело растет. Мы вначале являемся детьми, растем, становимся подростками, достигаем среднего возраста, старости, глубокой старости, потом самой глубокой старости. И затем, что происходит? О, это не очень приятно, но мы умираем. Но, к счастью, умираем не мы, а только механизм. Если ваша машина пришла в негодность, вы ее выкидываете и приобретаете новую. И когда вторая машина приходит в негодность, вы приобретаете третью. За жизнь мы можем использовать четыре или пять машин, например. И это то, что из себя представляет большая картина жизни, которую мы можем узнать из Бхагавад-гиты. И когда тело умирает, душа продолжает жить. Но западное понимание описывает только то, что душа или же поднимается, или опускается. Но сегодня люди намного более любознательны, они хотят знать детали, что именно происходит. Куда же я отправляюсь и возвращаюсь? Как, например, когда фестиваль закончится, вы точно знаете, куда идти. Если ваша мама позвонит, куда ты отправляешься после фестиваля, вы не скажете, я пойду туда, потом сюда. И куда же мы отправляемся, когда мы умираем? В зависимости от того, совершали ли мы праведные или неправедные поступки. В зависимости от нашего сознания в момент смерти. Если у нас есть какие-то неисполненные желания в этом мире. Благодаря воле проведения душа помещается в шрево новой матери. Это то, что называют реинкарнацией. Карне — это латинское слово, переводящееся как плоть. Реинкарнация обозначает смена плоти, перевоплощение. Вы входите в новое тело. Возможно, даже не в этой же стране. Возможно, не в этой расе. И, возможно, даже не в этой форме жизни. Это достаточно сложно для понимания. Как мы получаем новое рождение. Снова и снова и снова. С тех пор, как мы оставили духовный мир, с которого мы начали наше путешествие. Мы перевоплощаемся, реинкарнируем из жизни в жизнь. Кто-то сказал мне, что если это правда, почему мы не помним свои прошлые жизни? Я не уверен, захотите ли вы вспоминать свои прошлые жизни, потому что у вас достаточно проблем в этой жизни. Представьте себе, что вам придется еще и те проблемы вспоминать. Но реинкарнация — это не просто философия, теория или идея. Это закон природы. Так же, как и восход, закон, солнце. Четыре времени года меняют друг друга. Это факты жизни, так же, как и реинкарнация. И мы можем видеть, что в обществе некоторые люди занимают высокое положение, а некоторые менее удачливые. И один молодой человек сказал, да, это, конечно, все интересно, тогда скажите мне, что я должен делать, чтобы в следующей жизни стать миллиардером и счастливым человеком. Можете сказать, что делать? Я сказал, да, в одном смысле, если вы живете хорошим жизнью, то ваша следующая жизнь также будет хорошая. Я сказал, в определенном смысле, конечно, если ты действуешь праведным образом в этой жизни, в следующей жизни, у тебя тоже будет все хорошо. Но смысл в том, чтобы больше вообще не рождаться. Вы же не хотите рождаться снова. Потому что некоторые вещи гарантированы нам в момент рождения. Это старость, болезни и смерть. Однажды мой духовный учитель сказал, что материальный мир не является местом для леди или джентльмена. Потому что мы не принадлежим этому миру, мы принадлежим духовному миру. Мы не являемся материальным телом. Мы духовные личности. Точно так же, как рыба принадлежит воде. Мы принадлежим к духовному миру, а не к этому материальному миру. Мы являемся чужими в чужой стране. И наука и технология, конечно, могут чем-то улучшить нашу жизнь. Но они не смогут прекратить болезни. Они не смогут остановить старость. И они не смогут остановить смерть. Но благодаря своей духовной жизни и практике вы сможете покинуть этот мир и вернуться в духовный мир. Поэтому вы можете выбрать духовную традицию, которая вам наибольше всего подходит. Почему существует столько много разных духовных традиций в этом мире? Для того, чтобы мы могли выбрать, какой традиции мы хотим следовать. И в какой мы чувствуем себя наиболее комфортно. В большой стране, например, много прекрасных церквей. Много больше, чем в других странах, которые я посещал. И я был впечатлен тем, что люди по-прежнему посещают церкви в Украине. Я очень впечатлен. Когда я посещаю арабские страны, там практикуют ислам, в Непале буддизм. И мы выбрали вот эту традицию, которую практикуют в Индии на протяжении тысяч лет, которая называется Харе Кришна. И некоторые спрашивают, почему же вы, белые люди, выбрали западную, восточную традицию? Ну, что, например, насчет христианства? Неужели это западная традиция? Неужели она зародилась в Киеве, или в Нью-Йорке, или в Австралии? Она тоже восточная традиция? Религия не относится к Северу, Югу, Западу или Востоку. Она относится к Богу. Она трансцендентна. Существует только один Бог, у которого множество имен в разных традициях. Солнце одно, но в разных странах его называют разными именами. И мы чувствуем себя вполне комфортно в этой традиции, в этих одеждах. Они очень свободные, как у мужчин, так и у женщин, хоть и саре. Они привлекают не к телу, они привлекают к духовным личностям. Мы выбрали эту традицию для курицы. Эта традиция известна своей кулинарией. Мы верим в ненасилие. Мы также практикуем ненасилие. Мы не питаемся рыбой, мясом или яйцами. И что же мы тогда едим, если мы не питаемся гамбургерами в Макдональдсе? Есть тысячи и тысячи рецептов, которые можно ехать из фруктов, растений, грибов, молочных продуктов, и т.д. Но существует много тысяч рецептов из овощей, фруктов, молочных продуктов и т.д. И исследования показывают, что вегетарианцы живут дольше. И у нас замечательная духовная практика. Мы поем песню, Харе Кришна, мантру, и мы танцуем. В Индии Бога называют Кришна, что переводится как очень привлекательный. Он присутствует в звуке Своего имени. И общаясь с тем, кто является источником чистоты, вы также можете очиститься. Избавиться от вожделения, гнева и жадности. Тогда вы выявляете свою духовность, вы выявляете свою любовь для Бога. Если это выявляет, когда вы умеете, вы сразу возвращаетесь в святую мир, не более реинкарнации. Таким образом вы освобождаетесь от повторяющихся рождений и смертей и возвращаетесь домой, назад, к Богу, больше уже не перевоплощаясь в этом мире. Наверное, с вас достаточно философии на сейчас. Как правило, фестивали не посещают для того, чтобы слушать часовые лекции по философии. В основном мы приходим, чтобы послушать музыку, посмотреть танцы, попробовать новые блюда, пообщаться с интересными людьми. Но мы немного познакомили вас с философией, для того, чтобы вы поняли, что это древняя духовная традиция. Из Индии, которая основана на глубокой философии. И очень замечательный, яркий образ жизни. Всех вам благ на протяжении этого фестиваля. Если бы услышали от меня то, что вас заинтересовало, или затронуло вас каким-то образом, вы можете посетить палатку, в которой у нас распространяются книги. Можете попробовать взять одну книгу и понять немного глубже нашу философию, наш образ жизни. Итак, я закончу, сказав вам на вашем языке. Моя мама также мне сказала, что в разных странах хорошо хотя бы несколько слов знать на иностранных языках. Поэтому я уже без переводчика обойдусь. Спасибо большое. Спасибо большое Индрадюмне с вами. Давайте поблагодарим его аплодисментами за то знание, которым мы имели возможность прикоснуться сейчас буквально в двух словах. А для того, чтобы более подробно познакомиться с этим знанием, как сказал Индрадюмна с вами, можно зайти в одну из наших палаток, которых вот здесь несколько представлено на этой площади, и там найти эту книгу, древнюю книгу, которая называется «Бхагавадгита». И также там много других интересных книг, которые очень глубоко объясняют философию, которую мы изучаем и которой стараемся следовать в жизни. Мы говорили, что сегодня будет обширная культурная программа, будет много танцев, потому что в Индии люди, когда веселятся, любят танцевать, любят петь. И сейчас вы увидите еще один индийский танец. Индийский танец традиционный в стиле барат-натьям. Итак, встречаем нашу танцовщицу. Ваши аплодисменты! Субтитры создавал DimaTorzok